Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Я род Лидия Генриховна. Хочу рассказать о своей семье. Мой папа был немец, а мама русская. Вот мои родители со стороны отца, немцы. Они поселились в России после второго манифеста Екатерины II, в котором давались льготы, что освобождались от воинских обязанностей на 50 лет и от налогов. И поэтому наши предки из Германии поехали и поселились в Саратовской области, в Поволжье. И называлось вначале село Голый Карамыш. А потом в 1918 году у него появилось название город Бальцер. И была автономная немецкая республика со столицы город Энгельс. Жили они очень трудолюбивые были, все старались делать на высшем уровне. Трудное время они пережили. Были и голод в 1933 году. Ну, папа рассказывал, что как они собирали и мерзлую морковку, и свеклу с полей. Ну, выжили. И потом они начали процветать и сделали хорошие постройки, жили благополучно. И мой папа там родился в 1920 году. Семья была благополучная. В семье было еще два брата и две сестры. Потом его перед войной призвали в армию. Он служил в артиллерийском полку 1665. Род Генри Генрихович. И потом даже, когда началась война, он воевал. Воевал против Германии, против фашистов. И, ну, судьба такая была немцев, что те немцы, которые находились на войне, в ноябре 1941 года, по приказу Сталина, были депортированы в самые трудные точки, где нужно было очень много трудиться. И вот моего папу депортировали в поселок Белоусовка, Глубоковского района, восточно-казахстанской области, где он работал в Шахте. Ну, коротко расскажу о бабушке. А бабушка, ее выселяли 24 часа. Ей разрешили взять только двух девочек, Марину и Марию. А 18-летний брат дядя Саша был сослан на Урал, а дядя Витя был сослан тоже в шахты. Там ему было очень тяжело. В шахты Кемеровские, Кемеровской области. Бабушку выслали в Алтайский край, в село Хуторок. Рассказывала она, что везли как скот в теплушках, нигде не останавливались, и ничем их не кормили. Их кое-как довезли. Многие в дороге умирали, но они выжили. И вот они поселились в этом селе Хуторке. И она была на лесоповаре. И вот там умерла младшая дочь Мариночка. Бабушка это все пережила. А дядя Витя, который был сослан в Кемеровские шахты, там он был 16-летний подросток. Он работал в шахте, было очень тяжело. Он даже как-то его травмировала вагонеткой. У него были трещины в крестце. Он потом никакой больницу не ложили. Он потом пытался бежать. Его садили в карцер. Ну, в общем, не дай бог. Ну, дядя Саша на Урале, так он там. Такая особенная судьба его неизвестна. Папа работал в Белоусовке, в шахте. Он рассказывал, что их поднимали всего часов на пять, чтобы они могли покушать, чтобы они могли там немножко отдохнуть и снова спускали в шахты. Ну, он трудился очень добросовестно и даже имел знак почета. Даже ему потом медаль давали за то, что он был такой вот старательный, труженик. Моя мама Колпакова Мария Андреевна, она жила в селе Михайловка Глубоковского района. Это недалеко от Белоусовки. И раньше строили в Белоусовке обогатительную фабрику. Туда согнали всех подростков, всех девчонок, строить вот эту обогатительную фабрику. Потому что взрослых-то мужчин не было. И мой папа еще очень хорошо разбирался, он был электриком. И его периодически посылали на эту обогатительную фабрику, ну, чтобы там вот с электричеством проводки взяли туда-сюда. Ну, и там они с моей мамой встретились. Встретились и полюбили друг друга. И вот у них такая любовь была, что они решили пожениться. В то время была настоящая трагедия. Сталин запретил браки между русскими и немцами. И они вынуждены жить были вне брака. Они снимали у какой-то бабушки комнатку, жили там вместе и радовались друг другу, и что у них такая любовь. Ну, и работали тоже, трудились, трудились. Всю жизнь трудяшки были. Когда я родилась, в сентябре 1945 года, уже ведь война кончилась, 9 мая, они пошли так же регистрироваться. И снова действовал приказ Сталина. Не регистрировать, не регистрировать. И ходили они несколько раз, потом папу перестали отпускать с работы. И тогда они даже не запрещали записывать отца в свидетельстве о рождении. Да, было такое время. И мама вынуждена была записать меня на фамилию Колпакова. Дали имя Лидия. И отчество дали дедушке. И я была Колпакова Лидия Андреевна. А в свидетельстве о рождении у меня сохранилось это свидетельство. Прочерк отец стоит. И только в 1948 году, когда родился мой брат Владимир, только тогда их брак зарегистрировали, но все равно мне ничего не стали менять. Потому что были те времена. И вот я так под этим фамилией жила. Так как мой папа хорошо трудился, и награжден был знаком почета, и медаль была, но, к сожалению, она не сохранилась, и ему разрешили воссоединиться с семьей. Это было такое счастье, такое счастье. Приехала бабушка с Марией, с Алтайского края. Приехал дядя Витя и тетя Мария. И вот мы, восемь человек, жили в бараке в одной маленькой комнатке. Но мы жили дружно. Мы уважали друг друга. Мы любили друг друга. И вот бабушка пыталась меня учить немецкому языку. Но мама была так, как русская. В то время отношение было к немцам. Фашист, фашист. Даже в школе моего брата, он был уже записан немец, фашистом обзывали. Мама запретила мне этот язык. Поэтому вот этот, наверное, рефлекс остался, что вот я вот езжу, я понимаю, я могу сказать, меня поймут, ну вот так, чтобы дословно изучить немецкий язык, я не могу. Но зато очень много песен знаем. Мы столько песен знаем наизусть, что это вообще. Так, вот такая судьба. Потом дядя Витя построил дом. И папа купил свой дом. И стали жить уже в своих домах. И жизнь наладилась. И папа так тоже был уже бригадиром электриков в энергоцехе. Это очень почетное было звание. Ну, он вообще был очень добросовестный. И его даже потом приглашали в Оскаминогорск, квартиру давали, все. Но он прикипел уже к Белоусовке. И поэтому вот самое. И еще нам с братом повезло, что папа был как спецпоселенец, а не враг народа. Поэтому нам разрешили получить высшее образование. Мой брат закончил Томский политехнический институт. И был главным энергетиком Калпашевского района. Директором. Я училась очень хорошо. Окончила 8 классов с отличием. А 11 классов закончила где-то с 5-ю четверками. И поступила в Семипалатинский медицинский государственный институт. И сразу поступила с первым потоком. Мы нас 7 человек зачислили, потому что мы сдали очень хорошо экзамены. И нас сразу направили. Там строилось здание нового нашего мединститута. И мы там помогали на стройках. И нам дали общежитие. И вот мы так учились, жили, радовались жизни. Училась я тоже хорошо на педиатрическом факультете. То есть на детского врача. Я очень любила детей с детства. И мечтала быть детским врачом. Вот моя мечта исполнилась. Во время учебы в 1969 году я вышла замуж за Ларионовым Николаем Терентьевичем. И взяла фамилию мужа. Я потом стала Ларионова Лидия Андреевна. Институт я закончила в 1970 году. И меня распределили в город Ридзер. Ну, Лениногорск раньше назывался детским врачом. Я проработала там несколько месяцев. А потом в Белорусовку приехала. А там главный врач. Санаторий у нас был костно-туберкулезный. Главный врач говорит, нам так нужен врач. Ты будешь у меня работать? Я говорю, ну, конечно, мне лучше все-таки дом тут, Белорусовка. Я здесь родилась. А я говорю, а как? Я же должна отработать три года. Он сказал, пусть это тебя не волнует. И он через облздрав добился, что меня по приказу облздрава перевели в эту Белорусовку работать врачом. Детский космо-туберкулезный санаторий. Мы лечили детей со всей области и даже со всего Казахстана. Кто хотел, тот приезжал. Дети были очень тяжелые. Раньше был распространен туберкулезная палочка Коха. И шло заражение от коров. Такой тип был, бычий тип, да. И люди не знали, что надо было коров прививать. И кормили детей молоком. И они таких маленьких нам, пятилетних, семилетних, привозили. А у них уже туберкулез костей был. В основном туберкулез спины. И вот мы таких маленьких вылечивали. Родители, конечно, саулов не могли часто ездить. И почти не приезжали. И мы, наш, я и наш персонал, мы были вместо матерей. Идем на обход. Я веду на обход. С каждым пожалею, с каждого поглажу. А еще были очень тяжелые заболевания. Это туберкулезный милит костей. В основном кости гнили когда. И выделялся такой зловонный гной. И если мы делали перевязки и без повязок, то у нас развивалась ангина. Вот такие были. Ну, еще остая хондропатия. Я два раза была в Ленинграде на специализации по костному туберкулезу, по остеологии, по костям. Проходила специализацию по туберкулезу. А была потом заведующей в этом санатории. Мы за 18 лет вылечили очень много деток. Все такие благодарные. Все такие вот уезжали с радостью. И все благодарили нас. Даже кто в армию уходил, потом после армии приходили ребятишки с нами. Ну, ребятишки же для нас были. С нами это показывали, радовались, что они вот живы, что они все нормально служат, отслужили. Вот такие. А потом решили, что у нас вылечен туберкулез. И также по приказу облздрава нас перепрофилировали в детский психоневрологический диспансер. Для нас это была трагедия. Для главного врача, тем более, главный врач был Панковский Николай Иванович. И я, конечно, проходила стажировку на рабочем месте в диспансере здесь в городе, в областном. И знала, как нужно уже лечить детей, как нужно посты устанавливать, что они не должны разбегаться, за ними нужен круглосуточный контроль. Ну, наш главный врач сказал, пусть бегут. А когда они стали бегать по поселку, они совершали кражи, там всякие нехорошие действия. И после этого наш санаторий закрыли. Это было в конце 1989 года. И я вот с 1989 года стала ездить на работу с Белоусовки в областной психоневрологический диспансер. Там я прошла курсы усовершенствования, несколько специализаций. Я врач первой категории, и вот я 30 лет отработала врачом-психиатром на участке. Вот такая моя трудовая деятельность. 48 лет врачебного стажа. Я столько много людям помогла, столько вылечила, что мне многие до сих пор благодарны. У меня дочка живет в Германии. А в 1996 году она, когда собралась в Германию, говорит, «Мама, мне нужны немецкие корни. Как я поеду, если ты у меня русская записана?» И вот я через прокуратуру восстановила отца. Нашла еще свидетелей, которые были жилищ, что подтвердили. Восстановила отца, взяла фамилию отца. И его национальность, и стала род Лидия Генриховна. Когда я поменяла фамилию, имя, отчество, у меня жизнь повернулась на 180 градусов в лучшую сторону. Я сразу стала, меня пригласили в немецкий центр. Я ходила в немецкий центр постоянно, и сейчас хожу. И изучала немецкий язык. И пела в немецкой фольклорной группе «Майблюкхен». 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 И когда Лидия Ивановна Мишулина уехала, то немецкий центр назначил меня художественным руководителем. Я художественный руководитель фольклорной группы «Майблюкхен». Мы знаем больше 20 песен на немецком языке. Постоянно участвуем в различных мероприятиях, в различных концертах. Вот в эту пятницу у нас была встреча с австрийской делегацией. Мы показывали наши стенды, наш кабинет. В общем, наша группа известна. И еще я, также мы и наш немецкий центр с того года, как открылся дом дружбы с 91-го года. И с этого времени мы тоже участники и дома дружбы. Это замечательный дом дружбы. Где все национальности собираются, делятся своими обычаями, делятся своими традициями, блюдами. Мы часто устраиваем чаепитие. В общем, нам очень интересно жить. И вот в прошлом году, в ноябре, дом дружбы меня наградил медалью в честь 30-летия дома дружбы. В общем, я благодарна судьбе, что у меня вот такая вот творческая жизнь. Еще я в немецком центре руководитель нашего женского клуба, фрауэн-клуб. И еще я являюсь тренером по заместительству. Ходят люди на тренировки, кто хочет. У нас люди возрастные ходят, старше 70-ти. И я подобрала гимнастику, которая именно возрастную, да, для нашего возраста, чтобы это было полезно. Потому что я много знаю, в Ленинграде нам давали, и детей мы, когда реабилитируем, у нас был этот самый лечебный кабинет. Мы там разработки делали, суставы, всего. Я, в общем, в этом отношении хорошо подкована. Ну, я молодец. Так что вот до сих пор веду активный образ жизни. Теперь хочу сказать про наш Казахстан. Я очень рада, что я здесь родилась. Это у нас замечательная такая родина. Я ездила 8 раз в Германию. Оттуда путешествовала по разным странам. Поглядела много разных людей, много разных обычаев, народов. И я сделала выводы, что лучше нашего Казахстана нет. Потому что здесь у нас такой менталитет. Здесь у нас уважают старших. Здесь у нас почет и уважение. Вот прочитала Путь Абая. Там действительно все эти обычаи наши описаны. И мы живем вот как родные. Хотя у нас столько национальностей. Но мы, допустим, вот встретились, познакомились. Пойдем ко мне чай пить. Пойдем. И вот так вот у нас такая дружелюбная обстановка. Если ты, не дай Бог, обратился за чем-то, то все, помогут, сделают, доведут куда надо. Все, в общем, я... Да здравствует наш Казахстан. Я благодарю судьбу, что я здесь родилась, что я живу с такими замечательными людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»